Молодым интеллектуалкам, телепродюсеру Нино Моисайе и владелец турагентства Маши Хейворд мы рекомендуем освободить вечер 19 июня. В этот день в Центре современного искусства «Гараж» открывается грандиозная выставка группы русских художников АЕС плюс Ф «Пир Тримальхиона». «Пир Тримальхиона» — глава романа «Сатирикон» древнеримского поэта Петрония Арбитра. В интерпретации АЕС плюс Ф она превратилась в цифровое видео о сладких пороках стареющего и деградирующего белого мира. Впервые оно было показано в Венецианской биеннале современного искусства. В «Гараже» обещают воссоздать главную фишку венецианского проекта — круговую инсталляцию из четырех экранов, передающую эффект течения времени. Архитектору Олегу Шапира мы рекомендуем обратить внимание на самую интересную программу Московского кинофестиваля «Программу документального кино», которая пройдет с 18 по 26 июня. Ее главный хит — фильм до востребования польского классика Марцеля Лозинского. Он рассказывает о жизни удивительного государственного учреждения, отдела по работе с письмами, которые невозможно доставить. Редактору журнала «Джик Ю» Даниле Антоновскому и его любимой девушке-стилистке Алисе Житковой «Мы советуем 16 июня сходить на спектакль «Братья Че» — драматический театр имени Станиславского. Это еще один психоаналитический разбор биографии Чехова, который сочинила модная сценаристка Елена Гремина. На этот раз в центре внимания еще молодой Чехов и его братья. Поле их конкуренции выглядит вполне невинно. Это летний флирт с двумя хорошенькими барышнями. Но выводы, как всегда у представителей новой драмы, непредсказуемы. Сергею Погосяну, старевщику по профессии, мы рекомендуем купить билеты на концерт Матисьяху, единственного в мире хасида, который исполняет регги. Борода, шляпа, цифилин, лапсердак. Матисьяху чтит закон и никогда не выступает в ночь с пятницы на субботу. Но его разудалые песни взрывают зал независимо от его вероисповедания. 30 июня пойдет еще один редут «Зеленый театр» в ЦПКО имени Горького.